Здравствуйте. Продолжение, точнее уже окончание моего общения с Николаем Азаровым. Я, конечно, понимаю, что невозможно объять необъятное, и в 40 минут общения невозможно впихнуть всю историю страны, тем более общаясь с человеком, который эту историю в какой-то момент делал. Но, в общем, поговорили об ошибках, об оппозиционерах, нынешних оппозиционерах. Были названы фамилии, в частности, фамилия Левочина. Вот не зря, не зря. Понимаете, когда мне там говорят, как ты относишься к Митвичуку, как ты относишься к Бойко, как ты относишься к Левочину. Я говорю, ну, как-то вот я с опаской к ним отношусь. Не кажется мне, что это искренние люди. Ну, и вот подтверждение. Я надеюсь, что для многих Николай Азаров и его мнение является авторитетным. В общем, смотрите, и я надеюсь на вашу активность, потому что от вашей активности, от количества ваших комментариев, лайков, главное, количество просмотров зависит. Ну, я так понимаю, поговорим ли мы с Николай Азаровичем еще раз, потому что вопросов у меня вот так вот, вот так вот. Да, я думаю, что у вас в комментариях к первому ролику уже хватает и вопросов, и комментариев, и оценок. И я уверен, что под этим роликом тоже будет масса комментариев, вопросов. В общем, смотрите, комментируйте. И у меня одна моя очень хорошая знакомая все время критикует, что я не призываю ставки, лайки, подписывайтесь на канал. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом канале будет еще много интересного, а главное полезного. Ну, в бюджете на 19-й год на возврат долгов стихло 400 миллиардов. Это примерно 38% в бюджете расходной части на возврат долгов. Да, мы склонировались, конечно, мы же должны были возвращать. Не, я сейчас говорю, в 19-м году, тот бюджет, который только свежепринят. То есть, получается, захватались уже сейчас все-таки долгов, потому что Порошенко действительно кивает на правительство Порошенко, ой, на правительство Тимошенко. Правда, сама Тимошенко сказала, что за нее Азаров в 12-м году все вернул. Ну, и Порошенко говорит еще на Азарова и Януковича, которые тоже по-настоящему. Остально, по-настоящему, Тимошенко говорит, потому что в 8-м и 9-м году занимались только сроки транши МВФ, потому что был мировой экономический кризис. Как вы помните, в конце 8-го года у нас резко опалилась валюта, поэтому МВФ принял решение об этом кризисдавании, но срок погашения был, так сказать, рассчитан 4-5 лет. И поэтому нам пришлось в 12-м и в 13-м году практически полностью погасить вот ту задолженность, которая, значит, была посвящена в 8-м и 9-м году. В 10-м году тоже был срок на 5 лет, да, то есть 10-й год погашался в 15-м году. А что там пришлось их погашать, вот я сейчас вспоминаю. По-моему, 1,75 миллиарда долларов. Я сейчас, вот, хочу извиниться, может, какая-то неточность небольшая, но порядок я хорошо помню. Примерно где-то 1,8 миллиарда. Так вот, Александр, чтобы все эти зрители там потом слушали и знали. Для нас вообще это никогда не было проблемой. Не было проблемой почему? Мы выплачивали. Сейчас я скажу, сколько мы выплачивали. Мы выплачивали примерно от 10 до 12 миллиардов долларов только за газ. Потому что мы же раз покупали по цене 450, почти, долларов за тысячу кубов и потребляли там от 60 до 70 миллиардов кубов. Значит, за газ первое. Второе. Мы возвращали внешние платежи. Это было 3-4 примерно миллиарда долларов в год. Спокойно погашали. Никто, так сказать, у нас это не ощущал. Из-за простых людей. Теперь, третий момент, чрезвычайно важный. Мы имели дефицит в торговле с Россией минус 5 миллиардов, и с Европейским Союзом минус 10 миллиардов. Вот давайте вместе сложим вот эти вот три цифры, да. 10, грубо говоря, за газ, 4 за, так сказать, наше обязательство по внешним долгам, так и 15 миллиардов за, значит, вот дефицит в торговле. А можно небольшое уточнение? Включить 10 миллиардов. Можно небольшое уточнение? А что, вот это вот деньги за газ, они не входили в отрицательный баланс? То есть они не влияли на отрицательный баланс в России? То есть минус 5 миллиардов они заворотов? Ну, конечно, влияет, да, но мы же говорим сейчас о наших поддержах. То есть вот нам приходилось учитывать то, что у нас, скажем, был дефицит в торговле с Россией, с Европейским Союзом в объеме минус 15 миллиардов. Да, он перекрывался, перекрывался и уменьшал наши валютные резервы и наше поступление от экспорта. У нас экспорт достигал товаров уступ в 90 миллиардов в год, сейчас около 50. То есть мы имели лишних 40 миллиардов. Ну, как лишних, по сравнению с и сейчас сравнению, то мы имели 40 миллиардов в нашем распоряжении. И поэтому наш валютный резерв сокращался, но сокращался не так быстро, как мог бы сокращаться. Почему? Да потому что экспорт был большой. Вот за счет вот этого излишка экспорта, по сравнению сегодняшнего времени, мы спокойно вот эти 30 миллиардов гасили и при этом уменьшался там на немного. Теперь хочу вот насчет валютного резерва, два слова сказать. Мы приняли валютный резерв в объеме, сегодня память не изменяет, около 20 миллиардов в 2010 году в начале, да, около 20 миллиардов в году. Поскольку у нас 10-й год и 11-й год были льготными по покупкам газа, то есть 10-й год у нас еще действовали льготные тарифы, потому что там 260, по-моему, платили за газ, то у нас не было таких громадных платежей по газу. Это раз. Вот так у нас была очень плохая конъюнктура на внешнем рынке, и мы сумели к 11-му году, к концу, нарастить наши валютные резервы до 36 миллиардов, то есть на 16 миллиардов увеличить. Но в 2012 году у нас выросла резкая цена на газ. Так? Нам пришлось возвращать долги в большом объеме, и мы снили наши валютные резервы с 36 до примерно 22 миллиардов, то есть на 14 миллиардов за два года. Вот. Но и на этом остановились, потому что дальше мы рассчитали, что у нас пошел баланс. Во-первых, мы получили в 2013 году скидку на газ опять же. Во-вторых, мы рассчитались с теми срочными долгами. У нас вот таких вот в 2014 году долгов не было. И в-третьих, мы наконец договорились с Китаем о том, что китайские инвестиции плюс кредиты в 2014 годике, уложим очень серьезные деньги в развитие инфраструктуры, и они нам начнут возвращаться. И тем самым мы поправим ситуацию с валютным резервами. Поэтому я не видел никакой... Когда говорят вот эти идиоты, что они якобы приняли пустую казну, да, что вот там что-то там сколько-то, 100 тысяч гривен, вроде как будто бы у него. То они, конечно, не говорят народу, что валютные резервы были 21 миллиард долларов. И это именно не его валили в 2014 году до 7. Вот мы длились за один год, разбазарить львиную долю валютных резервов. Сейчас эти валютные резервы, собрать их численно, да, то есть не займут это не кредиты МВР, а численно, которые могут распоряжаться. Вообще копеечки, там, 3-4 миллиарда. Так вот, значит, вот эта ситуация, связанная с этой болтовнею по поводу того, что казна была пустая, это абсолютный бред. Да, были определенные проблемы, связанные с чем? В декабре начались захваты областных администраций. Сначала на Западе, потом в Центре. Тормозилась работа и налоговых служб, и казначейство не только тормозилось, а где-то в декабре они приняли решение вообще ничего в Центре не перечислить. Давайте вспомним то, что они творили. Поэтому возникла определенная напряженность. Но какая бы там она напряженность ни была, ни одного дня задержки по зарплатам, пенсии, социальным выплатам не было. А это означает, что на расчетном счете казначейства всегда были необходимые средства для осуществления платежей. Однако любому человеку, который знаком с работой казначейства, хоть немножко, совершенно ясно, что бывают моменты, когда пиковые платежи, казначейский счет обнуляется и уходит в красный. Ну, бывает там, день-два. Потом наступают, так сказать, даты платежей, очередных платежей, и очередных поступлений, впечатлений там из Национального банка, платежей там различных и так далее. Снова на счету накапливается большая сумма, и это абсолютно нормальное явление. Как раз в Министерстве финансово сейчас происходит, когда зарплата не выплачивается и так далее. Поэтому тот факт, что ни на один день несмотря на сложнейшую ситуацию в стране не прекращалось выплаты заработной вклады, осуществления, очередных, он дитя говорит о том, что на казначействе было достаточно денег, чтобы эти платежи осуществлять. Поэтому это типичное брехнение. Я, конечно, не могу сказать, хотя ушел 28 января, они там пришли 21 и 22 февраля, что там за эти три недели, за месяц произошло. Но я был уверен, что ничего такого трагичного произойти за эти три недели не могло. А вот вы ушли, как бы интересный момент, по той конституции премьер-министр должен был исполнять обязанности вместо президента. Премьер-министр не был бы исполняющий обязанности, но когда Януковича типа самоустранили. А кто, по-вашему, должен был исполнять обязанности президента? Ну вот здесь это как раз не суть вот того переворота, государственного конституционного переворота, который осуществил вот этот вот режим. Значит, по Конституции, которая действовала на момент старого осуществления государственного переворота, действовала Конституция 96-го года. Обязанности президента должен был исполнять премьер-министр. Ну, в каком смысле Конституция трактовала это исполнение обязанностей? Если бы президент был отправлен в отставку по импичнику, то есть эта ситуация, этой ситуации вообще не было. Президент был незаконно отстранен от власти, поэтому вопрос о передаче полномочий премьер-министр не стоял. Но если бы, например, он физически, например, был устранен, условно скажем, тогда полномочия должны были перейти премьер-министр. Что они делают? Они не сразу до этого додумались, они до этого додумались только на шестой день. Они умудрились назначить Турчинова сразу же в него президента, а для того, чтобы они даже формально как-то имели возможность это сделать, нужно было поменять Конституцию. Они это сделали через шесть дней, да? Поменяли Конституцию, приняли, так сказать, Конституцию 2004 года, где обязанности президента исполнял глава мирового мира. Но в нашем конкретном случае мы могли просто, так сказать, беззаконно, нарушая грубо, все нормы Конституции и, по сути дела, Конституцию растоптально. Ну, напомню, мы разговариваем 3 декабря, так вот, 3 декабря 2004 года состоялось первое брутальное, грубое нарушение Конституции. Верховный суд Украины удовлетворением бойников Майдана Оранжевого принял такое решение, отменил результаты голосования по второму туру и назначил третий тур в Санковске. Я помню, но я тоже помню Николая Азарова на Майдане в Оранжевом шарфе. Ну, это очередной миг. Вы нигде не найдете ни одной фотографии на этой трибуне Майдана. Ну, почему? Потому что я исполнял обязанности премьер-министра и был единственным из высших должностных лиц, кто решился поздравить украинский народ с Новым годом. Сделал я это по приглашению Омельшинка, мера Киева, который заверил меня, что никакого ющенка не будет, что такое ющенка? Никто на тот момент. 31 декабря он был еще никто. Так? Леонид Данилович Кунчев сидел в невоездной, в конче заспана в своей резиденции, невоезжал в город, как вы знаете. Председатель Верховного Совета Ледвина категорически отказался. И вот меня Александр Александрович грубо говоря обманул. Сказал, что никого... Ну, он может и сам не знал. Он сказал, что никого не будет, давай мы с тобой вдвоем, я как мэр, ты как премьер, поздравим, значит, народ Украины с Новым годом и сделаем это у елки. Ну, у елки, значит, у елки. Вот я дал указание своим ребятам, значит, что мы поедем на 12 ночи поздравлять. И когда подъезжали, значит, к площади, то я смотрю, что мы поехали не по институции, так, там спуститься и пройти до этой елки. А поехали в объезд у украинского дома. Я спросил, почему мы такие-то ученицы? А, говорит, вот соображение безопасности мы там не проедем. Ну, и подъехали с той стороны Майдана, со стороны Дома профсоюзов. Я выхожу, смотрю, что мы идем на Майдан. Не на Майдан, а на трибуну Майдана. Ну, уже, так сказать, не будешь до задних хортовать. Захожу на трибуну Майдана. Стоит там Ющенко, стоит там еще кто-то. Ну, стоят и стоят. Александр Александрович, Саша, говорю, что ж ты так подвел меня? Получается, что я как будто поддерживаю вот это вот действие и так далее. Ну, встретили Новый год и я буквально там через 10 минут после Нового года с этого, с Майдана ушел и уехал. Значит, это все мои мнения, другом того, потом года два склоняли, рассказывали, что вот я там что-то там поздравляю, с этим шарфиком ходил. Ну, никаким шарфиком я не ходил. Было так, как я рассказывал. Мне никакого смысла не обманывать никого. Ясно. Давайте вернемся в 14-е время, в 13-е год все-таки хотелось бы понять, вы у Европы компенсаторы требовали какие-то, ну, то есть мы с вами подписываем ассоциацию, открываем для вас свой рынок. Наши потери такие-то, вот все это, сумму потери суммарно, если просчитывать, и дайте нам компенсацию такую-то. Ну, поляки известны, там, общий известный факт, что более 100 миллиардов евро. Мы говорили, что нам необходимо на первом этапе порядка 10 миллиардов, порядка 20 миллиардов неба, значит, сумма необходима нам для, так сказать, компенсации. А вообще на весь период мы выставляли цикл раму 160 миллиардов. Помогли бы нам осуществить вот эту, так сказать, реконструкцию нашей экономики. Но я скажу, отношения европейского союза было абсолютно не седьмым. Когда я впервые озвучил циклу 160 миллиардов, то господин Филей, еврокомиссар, смеяться начал нервы. То есть, его эта цифра, тогда я ему прямо такой же предмет сказал. Вот смотрите, а что с полякой? 12 миллиардов евро каждую цифру, мы открываем свой рынок, мы же должны заинтересованы, чтобы мы тоже выровнялись под вашу туру. Мы даже разговаривать не хотели. Вот 20 миллиардов цифра, которая реально обсуждалась. Она обсуждалась, обсуждала до самого последнего момента в Вильнюсе. И был такой даже эпизод, когда мой заместитель, которого я отправил для предварительных переговоров в Вильнюс, он даже мне позвонил и сказал, что вот только что я вышел со встречи с Борозовым и Филе, вот, и они сказали, что можете передать всем руководству, что мы на 20 миллиардов согласны, начиная с 14-го года. Я тут же набрал Филе, вот, на что он мне ответил, такую фразу, которая мне надолго запомнилась, сейчас я прекрасно помню, I don't remember. Вот, хотя он по-русски прекрасно говорил, но он почему-то решил мне ответить на английском. Вот, I don't remember по поводу этой договоренности. Я еще раз перезвонил, я все что-нибудь мне обводил соблуждение. Ну, вот, такой вот казус был, но цифра эта реально обсуждалась. Входа я не даю, потому что решили двигаться другим путем. Вопрос. Вышли в отставку 28-го января. И так получилось, что вы, как бы, в последних событиях никаким образом участвовать не могли. Тем не менее, вас в Украине преследуют. В то же время было ряд министров, ряд вице-премьеров, ну, тот же Вилку, тот же Бойко, вице-премьера ваша, министр там, Грищенко, по-моему, тоже вице-премьера на этот момент, Зимук и так далее, которые, в принципе, нормально себя чувствуют в Украине, кого-то как-то пытаются преследовать, кого-то вообще не преследуют. Например, тот же Грищенко, он постоянно отдает интервью, причем интервью дает... разные люди. И в администрации президента Януковича работали тоже разные люди. Как сейчас, ну, там, какие-то интриг, поэтому то, что мне вот сейчас самое известное, на роли, там, положим, Левочкина в организации государственного переворота, оно меня потрясло. Вот, я от Левочкина-то знаю уже, так и чувствуется прекрасно, потому что она участка в организации переворота. Ну, были там министры, вице-премьеры, скажем, которые я лично закомплектовал правительство, я бы не взял в себе правительство, однозначно не взял, как глубокая яма, в какую она попала. Что касается Порошенко, то и его позиция для меня тоже, в общем-то, была достаточно, ну, скажем, неожиданной, потому что, ну, я его знал как осторожного, в общем-то, человека, вот, ну, скажем, который всегда думал прежде всего о своем бизнесе, чем о государстве, так сказать, не ставил, и когда свой бизнес под угрозу, а тут он вдруг так повел себя вот таким вот образом. Морали и его качества мне были очень хорошо известны, я был категорически противником его включения в состав правительства даже на полгода, хотя меня убеждал Янукович об этом, вот. Поэтому, Александр, значит, я не сторонник, каких-то там концентрологических мерзий, почему вот там меня превратили в какого-то основного урона. Наверное, я конкретно знаю, как страну вынести из кризиса, вот моя программа или мои предложения, они несовместимы с теми вот значит, людьми, которые сейчас находятся у власти. Это однозначно. Потому что такая программа реализовывается с Порошенко, Турчиновым, там, Месенюками, Гройсманами и тому подобное, невозможно реализовать. Вот. Эти люди должны ответить за свои действия. Вот. А реализовать эту программу можно только с теми, ну, за кем-то стоит опыт, знания, и которых, ну, например, я хорошо знаю, что их можно использовать. Поэтому, еще раз возвращаюсь к тому, с чего начали. Любая позитивная программа реализуется только тогда, когда общество к этой программе готово, и когда собирается команды единомышленников готовых, вот их, грубо говоря, лет на пять забыть про себя и пахать, и пахать, и пахать. Как мы пахали в 10-11-м году, по 18 часов в сутки. Вот. Если бы не пахали, то не было бы полвыхода из кризиса, в который Украина попала в 8-9-м. Кризис тяжелейше. Сейчас ощущаю тяжелее. Все, Саша, спасибо за внимание. Хорошо, спасибо большое. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова